С января Международный детский центр «Артек» в Крыму возобновил смены для ребят из российских регионов. Всего в 2021-м в «Артеке» смогут отдохнуть 145 ямальцев в полтора раза больше, чем обычно. Юные муравленковцы уже успели побывать на первой тематической смене. Подробности в следующем сюжете. Как отметил губернатор округа Дмитрий Артюхов, организация детского отдыха – важное направление работы ямальских властей. Всего в 2021-м в «Артеке» смогут побывать в полтора раза больше детей, чем обычно. Трансферы будут выполнять из трех крупных городов Ямала. И если раньше родители были должны сами везти ребенка в Крым и забирать обратно, то с этого года для детей организовали групповые трансферы. В дороге их сопровождают уполномоченные специалисты ямальских муниципалитетов. Мы активно подключили прямые трансферные рейсы авиакомпании «Ямал». Раньше некоторые дети добирались кто как. Родители – это была главная боль родителей. Сегодня централизованно организуются группы из трех крупных городов – Ноябрьска, Нового Рингоя и Салихарда. Будут организованы такие трансферы, в первую очередь, в Симферополь. Затем взяли на себя координацию доставки детей в эти центры. Первая группа ямальских школьников уже побывала в «Артеке». Организованная группа вылетела самолетом авиакомпании «Ямал» по маршруту Ноябрьск-Симферополь с пересадкой в Москве. Поездка в «Артек» стала для них наградой за достижения в учебе и творчестве. Одна из них – ученица многопрофильного лицея Екатерина Заболоцких. Появились путевки, и я подумала, ну, это мой последний шанс. Потому что у меня уже 11 класс, я уже выпуск, больше у меня шанса ребенка попасть в «Артек» не будет. Поэтому я немножко подумала, правда, потому что все-таки экзамены, подготовка, но все-таки решилась подать. Для этого собрали просто все необходимые грамоты, подали, прошла, круто. Екатерина – активный участник общественной жизни лицея. Девушка старается развиваться и узнавать новое в любой сфере. В «Артеке» она открыла в себе актерский талант и даже выступила на сцене в главной роли. Смотрите, меня так. Я с никого волосы не продала, потому что не переживала. Если купол ничего поделить, я каждый слой. «Артек» – это то место, которое ассоциируется со словом «возможность». Это просто некоторое отдельное место на земле, когда ты туда попадаешь, ты просто от обычной жизни отключаешься. Ты учишься чему-то новому. Это не место, куда едут отдыхать. Это место, куда едут менять деятельность, перезагружаться и работать. Сейчас начался прием заявок на следующую артековскую смену. Она начнется с 23 февраля и продлится до 15 марта. На поездку могут претендовать дети до 18 лет, обучающиеся в 5-11 классах. При отборе учитываются достижения за последние три года. Для портфолио подойдут награды муниципального, регионального или всероссийского уровней. Чтобы попасть в артек, нужно зайти на сайт артек.дети, зарегистрироваться, приложить свои достижения, указать свои данные и ждать, пока система одобрит получение путевки. Сейчас на данный момент в системе зарегистрировано две заявки от города Муравленка, поэтому еще есть возможность гражданам поторопиться, подать заявку, рассмотреть возможность отдыха ребенка в детском центре артек. Также в этом году будет в полном объеме запущен портал leto.yanao.ru. Его функционал расширен. Время заполнения заявки на участие в оздоровительной кампании в среднем сократится с 20 до 7 минут, так как большая часть сведений будет внесена автоматически. Более 70% заявок не потребуют прикрепления дополнительных документов и сведений. Также родители смогут на сайте оплатить путевки. Милюша Гебадулина, Сергей Лукович, Новости Муравленка.